Как вообще перейти на элементы вики-данных? Слева в меню есть ссылка элементов вики-данных. У меня включен тоже еще один гаджет, иконки проектов, он тогда показывает логотип вики-данных рядом со ссылкой. Но вот, например, башкирская, это будет просто, у меня тут он не включен, будет просто ссылка на элементы вики-данных. Так, вот этот мы уже открыли. Давайте еще раз откроем этот элемент привязанный, который мы создали. Давайте закроем все лишнее. Откроем здесь элемент вики-данных. И вот мы видим, что у нас есть здесь идентификатор и здесь идентификатор. Часто в таком случае люди просто берут, удаляют ссылку из одного элемента и добавляют в другой. Это не очень хорошо, потому что остаются вот эти дублирующиеся элементы, которые там не очень красивы. Мы вместо этого включим себе гаджет. Он самый первый в гаджетах. Называется Merge. У меня он уже включен. И в меню еще будет ссылка объединить с. Вот. И мы на одном из элементов ее кликаем. Вот, например, на этом. И нам нужно скопировать второй идентификатор. Мы его копируем и дальше мы можем даже никакие галочки не устанавливать. Обычно всегда объединяется в тот элемент, который был создан ранее. Мы кликаем объединить. И видим те же данные. Их желательно проверить, потому что, возможно, я сейчас, например, здесь указано 2 сентября. И здесь 2 сентября. Вот, видимо, я неправильно убил 2 октября. Вот мы эти данные исправляем. Ну, а как видим, ученое звание не было указано. И то, что я его указал, вот мы дополнительно заполнили еще одно поле веки данных. Сделали чуть лучше. Теперь, если мы зайдем в статью, давайте в русскую зайдем. Она обновляется чуть лучше. Мы увидим, что появилась ссылка на башкирский раздел. Точно так же через какое-то время должна появиться ссылка на русский раздел. Она тоже появилась в башкирской Википедии. И подтянулись все данные, которые есть в объединенном нашем элементе. Ну, в частности, вот там, профессорское звание, которое мы добавили вручную. Что еще? Это все делает в башкирской Википедии универсальная карточка. В русской Википедии сообщество не пришло к тому, что стоит использовать универсальную карточку. Но практически любой шаблон, например, шаблон Persona или шаблон ученый, можем посмотреть, а также поддерживает все значения полей звуки данных. Разница только в том, что вот эти все конкретные шаблоны позволяют указать точный список полей, которые мы хотим выводить в карточке и позволяют не показывать какие-то поля, которые подтягиваются звуки данных. Например, если бы мы не хотели показывать, я не знаю, страну или показывать как-то ее по-другому, мы могли бы это указать в статье. Универсальная карточка, к сожалению, не позволяет, по крайней мере на текущий момент, но зато не приходится поддерживать там практически 2000 разных шаблонов, что там, наверное, проще в башкирской Википедии. Что есть еще интересного? В редактировании викиданных, давайте мы сейчас просто найдем какую-нибудь случайную статью, есть в русской Википедии гаджет, который называется «Быстрый экспорт викиданной». Его можно подключить в настройках, там внизу есть раздел «Викиданных». Вот. Собственно, можем включить сразу несколько гаджетов, чтобы их показать потом. Первый подключает ссылки на резонатор, второй показывает рядом с полями звуки данных. Давайте мы вот вернемся в статью. Вот такие иконочки с логотипом викиданных, которые позволяют перейти на редактирование этого свойства прямо викиданных. Третий, собственно, про быстрое добавление. Четвертый – это вот то, что W и F, в общем, гаджетовое редактирование викиданных. И пятый – это как раз вот эта ссылка на переход викиданные на страницах. Давайте мы все включим, чтобы все посмотреть можно было. Так, здесь мы ничего не посмотрим. Ну вот, например, сейчас. Как работает гаджет быстрого экспорта викиданные? Мы загружаем страницу, и какие-то поля в карточке подсвечиваются красным или желтым светом. Если желтым, значит, значение викиданных уже есть, и можно добавить какое-то еще. Ну, смотрим, здесь он просто неправильно определил, что он может в качестве ученой степени добавить год. Нам его добавлять не нужно, поэтому мы не будем добавлять. А, например, в качестве ученого звания можно добавить значение профессор, которое еще не добавлено викиданные. Просто нажимаем экспорт, и все. В этот момент викиданных появилось это значение. То есть можем перейти викиданные. И посмотреть, что вот добавил значение профессор, и вот в качестве источника был указан на википедии. Вот направка, которую я совершил сейчас. Если вы создаете, например, себя в разделе статью, которая уже есть в русской википедии, у которой заполнена карточка в русской википедии, но плохо заполнен элемент викиданных, то можно вот так вот прокликать по разным полям в карточке. Собственно, проверить данные, которые гаджет предлагает, добавить викиданные. Тут все выглядит довольно прилично. И экспортируйте викиданные, и после этого шаблон, универсальная карточка в статье, которую вы создаете, автоматически эти данные покажет. То есть это меньше ручной работы и больше автоматизации. Да, вот, собственно, еще один гаджет — это формы для редактирования. Я его не очень люблю, потому что мне достаточно легко редактировать викиданные, прямо переходя в викиданные. Но некоторым участникам он достаточно нравится. Он подсвечивает наиболее подходящую форму. Вот мы на нее кликаем. И нам в данном случае не надо запоминать какие-то коды, свойств. Не надо вообще запоминать, какие свойства бывают. Мы просто заходим сюда и видим много свойств, которые обычно используются для персон. Ну, то есть, там, даты рождения и смерти, что угодно, да, то есть, образование, наука, родственники. То есть, тут можно добавлять, как раз, свойства, которые вы не помните, например, как называются свойства, но помните, что вот хотите добавить учеников, аспирантов, не знаю, что угодно. Так, давайте я вам еще, наверное, покажу, что такое резонатор. Нам, наверное, придется найти случайную статью, где используется ссылка на викиданные. Стук 10 прокликаю, должно что-то найтись. У меня, к сожалению, подключили... Ну, вот, так же, да, по экспорту викиданные, например, у нас есть население в статье о городе. Мы можем сразу экспортировать население. Можно посмотреть, что вставится в квалификатор 2010 год, и он, кроме того, что экспортировал из викиданных, покажет еще настоящий источник, который он смог вытащить из ссылки. То есть, можем пройти посмотреть. И тут достаточно подробно, получается, заполненное значение викиданных, которое вручную нам бы было заполнять сложнее. Так. Хотя, ладно, не будем мы искать... Случайную статью, мы просто откроем резонатор и посмотрим, как в нем выглядит случайный элемент викиданных. Тут, наверное, можно еще выбрать более подходящий нам язык. Вот просто здесь мы видим в резонаторе, это вот, собственно, один из элементов отображения викиданных. Вероятно, чем-то подобным, даже более качественным будет австрактная википедия. Здесь мы видим элемент викиданных, но не с формой для редактирования, а с табличкой, в которой мы, как в карточке, можем понять, что вообще указано в элементе. В частности, он подтягивает картинки с викисклада, из связанного элемента, из связанной страницы и все такое. То есть викиданных этот же элемент будет выглядеть вот так же, как формочка, которую мы можем редактировать. То есть кому-то это удобно, а кому-то удобнее, например, посмотреть в более подробном виде. Вот, наверное, я пока закончу рассказывать. Если у кого-то есть какие-то вопросы, давайте мы пробуем ответить на вопросы. Сергей, вот расскажи нам, там же сейчас 91 миллион элементов, да? Да, порядка того. Из них наверняка пару десятков тысяч только имеют описание, название на башкирском языке. Что надо актуально держать. То есть важно переводить сами эти названия, описание элементов на башкирский язык. На мой взгляд, важно переводить те, которые активно используются. То есть это могут быть названия стран, названия каких-то городов, которые часто используются. Например, есть столицы, города, которые используются в статьях в башкирской Википедии. То есть если мы просто берем случайную статью, то у нее, скорее всего, вот там есть русское название, белорусское, английское, украинское, башкирского нет. Ну, скорее всего, там для фильма мы не сможем его подобрать, потому что он, скорее всего, не издавался на башкирском. В таком случае будет использовано, насколько я помню, русское название, потому что цепочка языков для башкирского настроена, что сначала башкирский, если нет значения, то берется русский, если нет значения, то берется английский. Например, украинцев тоже когда-то был, сначала брался русский, потом английский, и сейчас они сразу берут только английское значение. Вот. А из того, что еще, на мой взгляд, важно переводить, это название свойств. То есть как бы мы в какую-нибудь перейдем свойства. Свойства настраиваются на вики-данах примерно так же, как и сам элемент, но у него есть свои свойства для свойства, которые используются только в свойствах. И здесь, в принципе, все указывается для всех языков, но именно метка и описание для башкирского должна указываться отдельно. Собственно, мы можем найти список, сейчас перейду просто в шаблон, универсальная карточка башкирской википедии. Вот. На странице универсальной карточки есть запрос, собственно, вот это Sparkle запрос. Это вот интерфейс запросов к вики-данам, который позволяет делать всякие разные, очень сложные, интересные запросы, но для этого нужно изучить вот этот язык запросов. Но можно посмотреть примеры. Почему-то очень долго сегодня все работает. Но мы попробуем дождаться. Вот этот запрос нам должен вывести все свойства, у которых нет меток на башкирском. А почему это важно? Потому что, собственно, в универсальной карточке в качестве меток полей... Сейчас покажу какую-то статью. Я очень люблю кнопку «Случайная статья», потому что она позволяет посмотреть, как выглядят разные статьи, а не только отдельные. То есть вот эти все метки в левой части, они берутся как раз из названия и свойств на вики-данных. В принципе, если какая-то из них будет не переведена, то она будет со ссылкой на свойства, куда можно перейти и перевести ее. Но можно перевести их заранее, чтобы... Вот. У нас, наконец-то, отработал запрос. И мы видим, что есть... Вот. Сколько у нас значений в итоге выбралось? Очень много. 2000 свойств, в которых нет меток на башкирском языке. Вот. Эти свойства, наверное, было бы достаточно полезно перевести. Например, там... Одно из самых старых свойств, 66-ое, предки. Типа, откуда предки... Происходят этого человека. Человека. Вот. Но я, к сожалению, сейчас не смогу перевести. Но вот этот список свойств, он есть... Собственно, ссылка на него есть на странице универсальной карточки. Их можно вот так перейти и, кликнув на идентификатор свойства, сходить и добавить метку на башкирском. Просто нажимаем ссылку «Править». И вот в поле башкирского вводим, там, не знаю, что. Такое же название, но на башкирском. Вот. Что еще можно рассказать? Возможно, я очень много всего сказал и вас запутал. Сергей, опустись вниз. Там, по-моему, внешние ссылки были. Да, вот внешние ссылки. Про внешние ссылки расскажи, пожалуйста. Внешние ссылки, да. Это шаблон, который работает прямо по тому же принципу, как универсальная карточка. Там много-много-много внутренних настроек. Того, что и как мы выводим. Как мы это бьем на разные блоки. Но в статье это просто будет вставка одного шаблона. Вот, собственно, он. Его, скорее всего, есть какое-то там короткое название. В русской Википедии, например, называется как «Внешние ссылки», так и «Библиоинформация» и «ВС» как сокращение от «Внешние ссылки». Ну вот, да. Очень много кто как любит его использовать. И он берет идентификаторы. Да, сейчас расскажу быстренько. Внизу есть блок с идентификаторами. Они ничем не отличаются от других свойств. Просто для удобства они отображаются отдельным разделом. Вот эти все идентификаторы на внешних сайтах выводятся просто вот в таком более человекосчитаемом виде. Да, я сказался. Сергей, вопрос. В российской Википедии нет угадочных, которые ты показал по настройке по вики-данных. Но, хотя вот инструмент объединения очень полезен для нас. Да, делают дубли. Инструмент объединения, он включается прямо в вики-данных, поэтому, то есть, его не нужно переносить башкирский. Ну, здесь можно, в принципе, какие-то из гаджетов добавить, потому что сам код... А эти гаджеты, которые в вики-данных, их там не надо добавлять в вики-педию, потому что просто они включаются в настройках вики-данных, и они, собственно, там и работают. Да, то есть, там есть много разных, преразных гаджетов. Я, по-моему, постарался все из них перевести на русский, по крайней мере. Ну, вот, видно, что не все, добавилось еще много новых. Я на русский их точно переведу, как бы на башкирский обещать не могу. Вот. А те, которые используются в википедии, сейчас мы перейдем в русскую википедию, какие-то из них можно добавить в башкирскую. Я могу подсказать потом, как это сделать. Я их потерял. Сейчас найду. Да, вот гаджеты, которые из википедии. У нас, по-моему, только один из вики-данных есть в гаджетах. Как я поняла? Я не вижу, какой из них. К сожалению, вообще я не вижу, ничего нет. Нет, нет, нет. Викторный есть, да? Ну, в общем, есть два варианта. Можно подключить либо через гаджеты, либо можно подключить личными скриптами. В принципе, если кому-то это будет интересно, я могу просто пишите. Сделайте, хотя вот объединить. Иногда делай дубли. Смотрите, гаджет объединения, он в вики-данных. То есть, это настройки вики-данных. Это самый первый гаджет вики-данных. У нас есть, Езефар? Просто надо гаджет поставить в вики-данных, и все. Нет, объединить, еще раз, вот говорю, два раза говорил, объединить можно не в башкирской вики-педии, а чтобы объединить, нужно идти в вики-данных и там объединить. Да, да, да. Я, может быть, не очень понятно это сказал. То есть, само объединение работает, когда мы переходим в вики-данные и мы просто элемент вики-данных объединяем с элементом вики-данных. Мы при этом в башкирской вики-педии ничего не делаем, мы это делаем в самих вики-данных. То есть, вот мы переходим на элемент вики-данных и в самом элементе вот еще видим ссылку объединиться и тут уже объединяем элемент с другим элементом. И он все свойства из обоих элементов переносит в объединенный элемент, но после этого желательно проверить, что там не возникло никаких дублей и чего-то еще ошибок. у нас где-то в специальных страницах по-моему тоже есть указания, то есть список выводит страниц статей, которые не связаны с вики-датой. Такое есть? По-моему есть. Возможно это вот оно. Нет, тут есть элементы данных, но нет. Я помню, что что-то такое было, но я не уверен, что это было в специальных страницах. Возможно это делалось... А вот-вот-вот страница не связана с элементом. Посмотрите-ка что там. Да, это похоже на правильную ссылку. Ну вот, например. Я так понимаю, что раз мы пишем про иностранных персоналей, то в других разделах про них тоже должны быть статьи. А и вот мы видим собственно в английской Википедии статью. Вот надо связать вот с этим. 50 48 и 601. Да, вот те же даты жизни. Ну, что мы делаем? Тут уже есть элемент вики-данных. Мы идем в элемент вики-данных. здесь он в другом разделе, потому что в русской и башкирской Википедии мы переносим его в раздел других проектов, но по умолчанию он находится в инструментах. И берем там ссылку, ну, так как здесь не создан элемент, если бы был создан элемент, мы бы объединили элементы, но собственно он бы тогда не попал на эту страницу. и в блок где Википедии какая большая статья, большой элемент точнее вики-данных добавляем мошкирский и мотаем обратно и пишем записать. Еще не обновилось, но зато теперь мы можем поставить здесь универсальную карточку. Просмотр сделаем. И вот вся эта информация, которая есть. Вот, у нас какая-то ошибка есть, тогда я пока сохранять не буду, я потом после трансляции посмотрю еще, что у нас за ошибка происходит. Но в целом вот все, что есть на Википедии данных, теперь используется в этой статье. А, ну еще у нас появились сноски примечания, значит, надо там добавить раздел примечаний, чтобы это красиво выглядело. про ошибку про ошибку я могу сказать, я уже находил. Период активности вот писателя выводят на не свойства писателя ставят период активности, а вообще выводят отдельным как бы свойством. поэтому вот такую ошибку выдают. Вот. А тут, кстати, можно посмотреть вот то, что я говорил, собственно, значение монашеский орден, статус авторского права, собрание работ, они на русском языке, поэтому с них есть ссылки. Мы можем кликнуть, да, и перейти, перевести на башкирский. Угу. Вот так. Может быть, я еще что-то забыл. Запиши, запиши, потом статью с названием статьи создать или надо какой гаджет? Что надо получить? Что? Можно еще раз, я просто плохо услышал. Вот. Рядом со статьей в скобках создать элемент викиданных. Как включить вот это в имени? У меня нет такого. Хотел бы пробовать. Да, это мой гаджет, в смысле, это гаджет, который есть в русской википедии. Он называется ссылка на связанный элемент викиданных в заголовке страницы. Но у меня он подключен не тема, конечно, про викиданные уже, это чуть шире. Можно себе подключать глобальные скрипты, которые будут использоваться во всех разделах. Если мы перейдем на вкладку в лишний вид в любом проекте, то здесь есть общие стили и скрипты для всех проектов. И вот там себе можно для всех проектов подключать какие-то скрипты. в моем случае это А это у тебя персонально твое уже описание получается? Да, это то, что каждый себе лично может подключить. Это удобно, если мы хотим подключить какой-то гаджет для себя во всех проектах одновременно. А, вот у меня это, я их целой пачкой подключаю из другого скрипта. В общем, это все сложно. Вот, но если кто-то также захочет, ой, я даже из русской Википедии подключаю, но в общем все еще сложнее. Но я это могу подключить кому-то персонально, просто пишите. Ну, я бы хотел подключить, чтобы короче было, чтобы не заходить из башкирской Википедии Викидан открывать, на кнопку нажал и сразу что-то Ну, давайте мы вам просто перенесем несколько гаджетов в башкирскую Я экспериментатор, я хочу. Отлично. Ну, тогда после окончания давайте попробуем это сделать. Позакрываю странички. Да, вот, собственно, то, что мы говорили, страницы не связаны с элементами. Это в служебных страницах можно их найти. Сколько там показывает? Мне кажется, тут просто ограничено каким-то количеством, но их там вот 500, следующие 500. На самом деле не все и должны быть связаны. Например, какие-то страницы документации шаблонов или порталы или что-то еще могут быть не связаны. то есть там слэш-док страницы документации шаблона она обычно не связывается. Но какой-нибудь там вот рев-шаблоны они скорее всего должны быть связаны. Скорее всего есть такой же шаблон в русской википедии. соответственно и в английской и во всех. Понятно. Можем сюда же добавить тот шаблон, который мы нашли. Это удобно, потому что во-первых на это ориентируется инструмент перевода, про который Амир, наверное, рассказывал. Да-да-да. И когда шаблоны связаны через викиданные, он значительно правильнее их переносит из раздела в раздел. Точно, точно. Вот в первую очередь пройтись надо по шаблонам связать. Вот мы добавили ссылку на башкирский и там если в переводе будет этот шаблон, он его корректно переведет. Угу. Угу. Я не знаю, что еще можно рассказать. Я могу показать какие-то красивые запросы в викидата квери сервис, который позволяет как раз на языке запросов делать запросы к викиданным. Вот, например, страны с изданными статьями в русской википедии. Ну, то есть запросы могут быть очень сложными. Это достаточно простой еще запрос. почему-то сервис запросов сегодня тоже решил не очень быстро работать. Вот, и мы получаем четыре страны. Если мы перейдем в русскую википедию, то видим, что она избранная, но ее пытаются лишить статуса избранной. Но запрос вернул нам правильные значения. или можем даже карту что-то вывести, например, карту библиотек Канады. И мы действительно ее увидим в виде карты. Точно так же можно делать для регионов России, например, как-то. вот. Ну, на этом... Но эти библиотеки, они находятся викидате, правильно? Да. Это те библиотеки, которые есть в викиданных. Но, в принципе, библиотеки достаточно... Собственно, есть критерии значимости википедии, которые требуют описания в источниках, каких-то минимальных еще критериев, викиданных критерии значимости, критерии того, что можно добавлять викиданные, сильно ниже. В принципе, любую научную статью можно добавить викиданные. Там, любую улицу, любую библиотеку. Собственно, одним из критериев является наличие статьи или категории в любом проекте. То есть, если есть категория с фотографиями на викискладе, то можно добавить элемент викиданных. Даже нужно его добавить. Можно добавлять для значимого персоны родственников. То есть, про них создавать элементы. Там, конечно, родственников родственников уже не надо создавать, но там первый уровень точно можно создать. В общем, викиданные, конечно, не ставят. Я просто цитировал недавно как раз это довольно часто стараюсь напоминать, что викиданные не ставят себе цель описать все 7 миллиардов человек. Но там, я не знаю, 7 миллионов человек викиданные легко могут описать. При том, что там в Википедии скорее всего там хорошо, если 70 тысяч человек. То есть, не бойтесь добавлять элементы викиданные даже про то, что не может быть создана википедия. Школы и библиотеки точно можно создавать без проблем. Сергей, такой вопрос можно задать? Такой философский, так скажем, или как? Ты наверняка там участвуешь в форумах в мировом масштабе. Вот поисковики в Google, Яндекс, например, сейчас вытаскивают сведения из Википедии. А, поисковики? Да, ставят ли разработчики, участники, активисты викиданных, не обсуждают ли то, чтобы она вытаскивала поисковики из Викидата сведения? Я точно знаю про Яндекс, я общался с одним из разработчиков, что они используют викиданные в качестве одного из источников. Они используют и Википедию, и викиданные. Вероятно, Google тоже использует викиданные в качестве одного из источников. То есть, они не напрямую показывают викиданных, у них есть своя база, вот, собственно, у Яндекса это объектный ответ, и еще какая-то другая, у Google это, собственно, Knowledge Graph, это их база, но в нее они время от времени подгружают сведения и из Википедии, и из Викиданных, какие-то сложные алгоритмы, это все объединяют, и в итоге получается то, что получается, иногда с ошибками. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста. Надеюсь, было интересно, что-то новое узнали. очень полезно, спасибо. Было много интересного, но много чего еще не поняли. Ну, Викиданные большой проект, про него, на самом деле, можно делать отдельный курс про Википедию, но, к сожалению, скорее всего, этот курс некому не делать, потому что, по крайней мере, на русском языке. Реально там хорошо Викиданных из тех, кто владеет русским, разбираются, мне кажется, 10, ну, может, 20 человек. С Википедией значительно проще. В Википедии разбираются там сотни, может быть, даже тысячи человек. А с Википедии